Привет, ребята! Мы приехали кататься на парусной лодке. Беру вас с собой. Это наши старые знакомые. Тоже вас познакомлю. Ну вот, отправляемся на маленьком паруснике. Там хозяйка осталась. Сейчас она нас открепит. Сейчас мы разворачиваемся. Парус поднят. Мотор помощь. Каждую минуточку нужно бояться, что вот этот парусник, который надо мной, разворачивается. Анна и Лиза поедут на машине. И мы встретимся на следующем месте. Видите, лодка и туда два человека еще помещаются. Мотор помощь. Саако здесь ампуя сорсиот? Ну, конечно, они здесь ампуют, если у нас есть ража. Нужно 2,5 метра, но они здесь ампуют. Сейчас мы здесь ампуют. Ну, это очень много. Ну, это очень много. Значит, надо перейти. Ну, если у нас есть ража, то есть, что вы можете. Ну, смотрите. Ну, смотрите. Ну, как-то разница, да, ампи. Ну, вот они там. 50 лет старая лодка. Ну, так, ну, не хорошо. И вот здесь. Ну, здесь есть ража. Ну, вот здесь великолеп, что вы победили. Суни-местер. КАКС Бронссия. 2,11 и 3,13. 14 раз был лучшим. 25 лет назад. Когда 25 лет участвовали, в общем, тоже входило в это число. В общем, да. Водка, которая повидала виды. Вдалеке там остров. Нам говорят, часть земли, которую ты выкупаешь для строительства дачи, например, если у вас есть желание, 2500 евро стоит часть земли. Ну и потом строите. Ребят, сейчас скоро выключим мотор и поедем. Вау, сейчас только будет вести нас парус вперед. Каждую минуточку, конечно, нужно с головой что-то решать. Потому что двигается. Двигается туда-сюда. Хочется сесть прямо в нос. Посмотрим, возможно или нет. Я закрою. Я переместилась, более удобное место. Прямо на нос. У нас три пляжа на Танкаре. И на следующем пляжу. Мы идем с пляжа на Танкаре. Мы идем к Пляжу на Танкаре. Мы идем к Пляжу на Танкаре. Рассказывают разные истории. Как они в Польше на этой лодке. Представляете? Ездили. Я спросила с какой скоростью идет. Он сказал 5 узлов. В общем надо умножить на 2. 10 км в час. Включили опять моторчик. Сегодня такая погода вообще. Спокойное море. Спокойное достаточно. Видите не очень сильный ветер. И нас не тащит. Не тащит эти. Этот парус. Клайба. А еще одно, что они макаптами лупашки. Аааа. Вижу мне, Англиш. Аааа. С моторчиком сейчас. С ветерком. Как на реке? Аааа. Сейчас будет дело. С ветерком. Поехали. С ветерком. Если честно не чувствуется. Скорость. Вот если только так. Есть место. Сейчас будет приемлеме. Месте с тем неным. Он может приемлеметь. Буквоз. Это желудка. Да. Все что в этом месте. Да. Все не через небо. Сейчас это где-то. Мы спросили какая тут глубина. Нам капитан сказал, что 6-8 метров Иногда туда немножко дальше 12 метров Так что достаточно мелко Ребят, мы подъезжаем К самому большому заводу Который у нас Волгу Который делает бумагу Посмотрим на него со стороны моря Еще другая часть завода Достаточно большой Время, конечно, на воде Проходит очень быстро Мы уже, наверное, полтора часа Катаемся Ребята, наше путешествие Заканчивается Мы причаливаем Лева Вот наш город Мы почти на месте Ребят, целый проект Как собрать парус Многое нужно уметь Не просто сел в лодку Включил мотор и поехал кататься Парусник скрутили Сейчас его закрепят До следующего похода Все, теперь можно снять жилеты Все закреплено Молодец капитан Смотрите, сколько помощников Собрать парус сначала нужно Не так все просто оказалось Ну вот Второй парус собран Ребята, такое чувство Что у них вообще свой мир Вот все желающие посмотреть Что-то там советуют Говорят про погоду Когда они в следующий раз Выйдут в море Все принадлежности нужно собрать Как нужно Свернуть веревки Теперь правильно нужно развернуть лодку Как я поняла КОНЕЦ КОНЕЦ Все посоветовали Все поучаствовали Здорово А вот эту они купили совсем недавно Лодку Но мы на ней не поедем кататься Пойдем пить кофе Огромная, конечно Представляете, когда этот парусник откроется Ребята, вот так как мы на этой лодке никуда не отправляемся Вот хозяйка Анна-Лиза Она делает прекрасный стол Смотрите Начнем с мороженого А почему они катались? Тебе это было самостоятельно Я не понимаю Я вам еще все покажу Я вам еще все покажу Я не знаю Я не знаю Очень здорово здесь просто другой мир. Сегодня совсем другой день для нашей семьи. И эти оба человека на пенсии. Как можно через свое хобби иметь столько счастья? Ребят, расскажу вам немножко. Мы сюда переместились, с каким человеком мы сейчас ходили в море. Это мужчина, который раньше работал с моим мужем в театре. Он делал декорации для разных театральных постановок. И его хобби – это делать лодки, приводить их в порядок, строить лодки, заботиться за их техническим состоянием. Просто хобби. И также он увлекается машинами. Поэтому такой человек, видите, может, когда уходит на пенсию, жить достойно и жить, как говорится, красиво. Но он очень скромный человек. По нему, как вы видите, не скажешь, что он достаточно богатый, я думаю. Но не это у него главное. У него главное просто он умеет наслаждаться жизнью. И самое важное, что у него есть – это золотые руки. Поэтому в Финляндии тоже, конечно, можно хорошо жить. Либо когда у тебя образование хорошее, либо когда у тебя такое хобби, которое может приносить тебе доход. Как и этому человеку. Поэтому я очень рада. Люди очень, очень гостеприимные, очень такие открытые и совершенно не гордые. Поэтому я очень рада, что мы знакомы с такой семьей прекрасной. У них нет детей. И они как бы вот в этом году они никуда не поехали. А так они каждый год отправляются путешествовать в Европу. Вот, ходят под парусом. Да, ребятушки, я, конечно, такие видела, на таком бы покататься. Но, может быть, когда-нибудь нас пригласят. Смотрите, это финский парусник. Они недавно купили его. Мачта, 17 метров высотой. Наверное, когда открыты паруса, просто неимоверно красиво. Вау. Да, в таком можно жить. Супер. Красота. Прямо в центре города. Вот здесь у них причал. Ну вот, начнем с каюты. Вот это местечко такое, где можно здесь тоже и спать, и кушать. И потом посмотрим снаружи. И потом посмотрим снаружи. Сколько рой? Сколько рой? 66 квадратных метров, когда открывается весь вот этот, вся мачта. Это просто. Можете представить, какая огромная. Рой? Да. Здесь, конечно, вот я обещала вам показать. Посмотрите, какой руль. Честно, забыла, как он называется. Смотрите, какой он здоровый. Вот. Ну, здесь есть, можно поставить, как бы, как механика он работает. И можно поставить, как бы, навигатор будет вас вести автоматически, но вам нужно каждую минуточку, конечно, находиться по очереди. Когда они выходят в море, то по очереди не оставляя, конечно, это место без присмотра. Ага, один стоит у руля. Смотрите. Смотрите. Навигатор. Ага, куда, куда ветер думает? Ага, какой силы? Насколько скорость и глубина здесь проходят? Как это повторится? Наши мотор, он посмотрит. Теста мало ли руль. Повышит. Наши мотор. Наши мотор. Они увидят, что настройки, там, когда мотор наступает, то с кое-к하하, там, а также она походит. Я надеюсь, что когда-нибудь нас пригласят, и мы тоже сможем пойти с ними в море под парусом на такой шикарной лодке. Но мы рады тому, что мы смогли все-таки покататься на маленькой лодке и показать вам немножко наши окрестности. Субтитры создавал DimaTorzok